В эфире программа «Здоровье». Сегодня у нас в гостях Алексей Воробьёв. Всем нашим гостям и вам всем мы советуем сделать всего 5 тестов, которые спасут вашу жизнь. Сахар крови, холестерин, вес, давление и обхват талия. Теперь раздевайтесь до пояса. Я только под музыку это делаю. Музыку? Ну а теперь наш утренний гость. Это человек известный. И глядя на него, вы даже не заподозрите, насколько, в общем, трудную и серьёзную жизнь он прожил. Актёр и музыкант Алексей Воробьёв. Красавец-сердцеед. До 2013 года молодой музыкант и актёр Алексей Воробьёв был одним из главных героев светских роликов. Пресса писала о его романах с известными актрисами. Он снимался в кино и записывал новые песни. Рафинированный красавец родился в многодетной семье. Папа – начальник охраны на предприятии. Мама – домохозяйка. Алексей закончил музыкальную школу по классу аккордеона и в 17 лет стал победителем дельфийских игр, где получил золотую медаль в категории вокал. В том же 2005-м Лёша приехал в Москву на кастинг к телеконкурсу «Секрет успеха». Там он дошёл до финала. Юный и дерзкий Алексей Воробьёв. Я сейчас заплачу. С тех пор карьера Алексея стремительно шла вверх. Он был участником шоу Первого канала «Лёд и пламень». Все изменилось в январе прошлого года. Лёша разбился на автомобиле на одной из дорог Лос-Анджелеса. В результате тяжёлая черепно-мозговая травма и паралич. Лёша не мог даже говорить. Врачи не делали прогнозов, но всем было ясно, что остаток жизни можно провести в инвалидном кресле. Пресса быстро забыла своего любимца. С тех пор пришло больше года. Алексей Воробьёв наш гость сегодня. Здравствуйте. Не он у нас пришёл не один. Вот Лёша вырос в большой семье. Это брат и сестра. Сестра Галочка, да? И брат Серёга. Галина Владимировна и Сергей Владимирович. И Алексей Владимирович. Кто ваши родители, ребят? Расскажите про папу и маму. Наши родители... Видите, я между вами хотя бы чуть-чуть встану, такие большие все. Наши родители. Мама, она после того, как родила Серёжу, мой старший брат, она перестала вообще работать и воспитывала нас, и всю свою жизнь вообще отдала тому, чтобы мы выросли хорошими ребятами и девчонками. А папу, он всю нашу жизнь пытался нас прокормить и с переменным успехом, но мы всегда знали, что у нас есть отец, который нас любит, и который, если он не дома, значит, он зарабатывает деньги для того, чтобы мы могли жить и кушать. А кто он по профессии? У него нет профессии. Профессии поменял, да. Просто зарабатывал деньги. Он иногда был таксистом, иногда кем угодно, но всегда работал. Ну, послушайте, это говорит о том, что вы выросли в каких-то реалиях жизненных. Вы трое все стали музыкантами. Вы получили музыкальное образование не просто какое-то, а серьёзное. Как это могло получиться? У старшего хочу спросить. Давайте скажем, кто старший... Он это начал, да, пусть он отдувается. Нет, подождите. Давайте вначале представим старшего брата. Итак, Сергей Владимирович Воробьёв. Сергей Владимирович Воробьёв. Солист оркестра «Ясная поляна». Лауреат, дипломант международных всероссийских конкурсов. Он вокалист? Нет, нет, аккордеонист, да, простите. Он аккордеонист. Серёжа играет на аккордеоне. Ну, это ничего себе не хухры-мухры дело. Вообще не хухры-мухры. Так, а Галочка кто у нас? Я певица оперная. А Галочка у нас оперная певица, ребята. Она учится в училище при консерватории имени Чайковского. Я всегда... Ну, это потрясающие ребята из абсолютно простой семьи. Не из Москвы. Все не то, чтобы выбились в люди, а получают, ну, просто рафинированное музыкальное образование. Что закончил Алексей? Я... Мог бы закончить. Мог бы и закончить, как правильно сказал Серёжа. Нет, я закончил эстрадный джазовый колледж при училище имени Гнесиных. Я закончил его. Так. Успешно. Но после этого учился в школе-студии МХАТ. Но больше двух курсов не смог. А потом этот шоу-бизнес утянул этого парня. Нет, он учил раньше. Я в пышем образовании. Ну, в музыкальном, да. Похлопаем Серёжу. Более того, Серёжа уже отец. У него есть жена, ребёнок. Он единственный здесь отец. Сколько лет? Два года. Сколько вам лет? Мне совсем немножко. 27. Да, 27. Молодец, молодец. Лёш, ну а теперь про Лёшу. Всё-таки звездой он пришёл к нам, но вот такая потрясающая семья, такие трое детей. Маме вашей поклон и уважение. Как маму зовут? Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, прям вот, ну ничего, кроме уважения, за то, сколько вы сил отдали детям и какими хорошими они стали. Ну что, брата и сестру мы сейчас посадим, а для этой жертвы шоу-бизнеса, для этого талантливого парня, у нас сегодня отдельное испытание. Лёша, мы хотим надеть на вас белый халат и отправить вас в горнило обычной жизни. Надеюсь, вы справитесь. Белый халат Алексея Воробьёва. Благодарю вас. Спасибо, сестра. Алексей, сестра? Я вообще здесь профессор и доктор наук. Ношёл мне сестру. Дело в том, что белый халат у меня, поэтому благодарю вас. Вот так он разговаривает с серьёзными, можно сказать, профессионалами. Друзья, через несколько минут Алексей Владимирович Воробьёв отправится на встречу с пациентом. С вами снова «Здоровье». Друзья, у нас в гостях Алексей Воробьёв. Мы надели на него белый халат и Алексею Владимировичу предстоит встреча с больным человеком. Алексей Владимирович, пройдёмте. С удовольствием. Садитесь, Алексей Владимирович. К нам поступила пациентка с жалобами на высокую температуру и кашель. Расскажите о своих жалобах. Вы знаете, болела, наверное, неделю назад. Думала, уже выздоровела. Вроде как получше стало. Но всё равно не проходит ни кашель, ни насморк не проходит. И вот уже третий день температуры. А у меня сразу вопрос. Соблюдали постельный режим? Ну, ногах перенесла. Ногах перенесли. Так что вы жалуетесь тогда? Вам нужно спокойно идти домой, отлежаться, прекратить кашлять. Вам нужно больше пить. И пить не того, что вы, возможно, пили, а нужно пить чай с лимончиком. Чай с малиной, ночь с мужчиной – лучшее средство от любой болезни. Это, естественно, известно всем. Но на самом деле дело в простуде. Повторная волна симптомов, непроходящая кашель, температура, говорят о том, что к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. Микробы могут стать причиной гнойных осложнений – атита, гайморита и пневмонии после ОРЗ. Так где муж? Муж дома. Муж дома. Вот сейчас вот смотрит муж, у меня сразу обращение к мужу. Как зовут мужа? Константин. Константин, пожалуйста, следите за своей женой. Ну, видите, если у жены что-то не так, вы должны быть всегда рядом. Я, понимаете, я готов отдуваться за каждого мужчину в этой стране, но хочется обратиться сейчас к вам, мужчины, женщины. Это все, что у нас есть. Берегите их и заботьтесь. Алексей Владимирович, давайте мы нашу гостью отправим на обследование, а с вами двинемся на серьезный консилиум. И я хочу пригласить к нам нашего гостя сегодня. Это профессор и доктор медицинских наук Алексей Федорович Шепиленко. Алексей Федорович, идите сюда. Алексей Федорович, у нас сегодня дежурный доктор Алексей Владимирович Воробьев. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, Алексей Федорович. Я не заведена до медсестры. Я тут вообще случайно, можно сказать, оказалась. Итак, у нас пациент с жалобами на то, что была какая-то инфекция, была какая-то простуда, и вроде бы все прошло. Потом подъем температуры, кашель, человеку снова плохо. Что мы подозреваем? Потому что Алексею-то Владимировичу возвращаться к пациентке, поэтому мы вас на консилиум и пригласили. Какие осложнения мы подозреваем? Спасибо большое. Алексей Владимирович прав. Сначала была, наверное, банальная простуда, банальная вирусная инфекция, но она не всегда разрешается. И в данной ситуации, скорее всего, если человек 7 дней болеет, это уже осложнения простуды. Абсолютно с вами согласен. Наверное, так, да? Нет, даже сестра перчатки. Перчатки. Чем осложняется простуда? Алексей прав. Должны в этом разбираться больше всего мужчины, мужья в том числе, но доктора им будут помогать. Простуда осложняется легочными инфекциями, инфекциями нижних дыхательных путей. Из них наиболее серьезно опасная. О чем мы должны думать? Это пневмония. Воспаление легких. Я с Алексеем Владимировичем должна провести опыт. Держите, Алексей Владимирович. Да, с удовольствием. Это микроб. Вот смотрите, когда микроб присоединяется к легочной ткани, то он легочную ткань поражает. Вы можете то же самое произвести с другим легким. И по сути дела начинается пневмония, воспаление легких. Итак, как лечить пневмонию, воспаление легких? Алексей Владимирович, мужчины России, потрясенные вашим обращением, ждут от вас каких-то советов. Я ждал, что вы спросите. Конечно же. Именно поэтому хотелось бы сначала услышать мнение профессионального человека, чтобы потом подправить, если что-то пойдет не так. Идите сюда. Алексей Федорович, возьмем Алексея Владимировича и встретимся теперь здесь. Я думаю, два доктора и два Алексея разберутся в этой ситуации. Как-нибудь. Итак, принцип лечения пневмонии. На самом деле, говорим сейчас абсолютно серьезно, потому что в лечении пневмонии есть пункт номер один, он же пункт номер один, и он всегда пункт номер один. Что мы назначаем при пневмонии? Пневмония – это инфекционное, чаще всего, бактериальное заболевание, осложнение, поэтому назначать надо антибиотик. Антибиотики, Леш, главный класс. А вот теперь смотрите, антибиотики бывают в трех формах. Бывают таблетки, просто блистер с таблетками. Врач может назначить таблетки. Бывают уколы, это ампула, или вот такой пузырек, который разводится и вводится шприцом. И сегодня появилась третья форма выпуска антибиотиков. Эта форма называется салютаб. И у нас сегодня такой антибиотик, он называется салютаб флимаксин. Салютаб в переводе растворимая таблетка. Это вот такая огромная таблетка, но она растворяется в воде. Растворяется сама без всякого действия. В чем отличие от всех других форм? Особенностью, прежде всего, в том, что она растворяется до суспензии, до раствора и не теряясь своих качеств своего эффекта. Вот смотрите, видите, что откалываются такие мелкие гранулки от основной таблетки. Внутри каждой гранулы действующее вещество. Вот биодоступность вот этих вот таблеток в форме салютаб почти такая же, как и уколы. Но есть плюс. Эту таблетку легко глотать. Для кого это важно, легкость глотать? Бывает ситуация, когда простуда осложняется болезнями горла. Трудно глотнуть. Это фаренгейт, это танзелит, это ангина. И сочетается с пневмонией. Глотнуть на самом деле очень тяжело такую огромную таблетку. Мы ее растворяем, получаем такую форму раствора. И так раз при трудностях глотания два у пожилых людей. У пожилых людей, которым тоже проглотить такую большую таблетку трудно. И три еще добавим детей, ладно, конечно. Поэтому вот такие три формы таблеток существуют. Если вы видите, что рядом с вами пожилой человек, то можно назначать антибиотик в форме салютап. Детям это тоже лучше. Есть ли у человека трудности при глотании? Как вы думаете, Алексей Владимирович готов вернуться к телу пациента? Я думаю, да, он справится. К больному? Пошли. Ну это безлетним к здоровому. Пойдемте. Безиджи. Спасибо огромное. Спасибо. Вы провели все анализы и у больной действительно подтвердилась пневмония. Что делать дальше? Ну, во-первых, тихо не создавая паники. Заворачивайтесь в простыни и ползете на кладбище. Но есть и второй вариант. Жидкие антибиотики. Естественно, знаете, жидкие антибиотики бывают разные. Самые главные и самые лучшие, которые я бы вам мог посоветовать сегодня. Лучший на данный момент это, естественно, салюта. Водорастворимая таблетка. Абсолютно верно. Спасибо, сестра. Спасибо. Мы поблагодарим нашего доктора. Спасибо. Отправим вас в руки настоящих врачей. А Алексея Владимировича пригласим продолжить наш разговор на кухне. Спасибо большое вам. Алексей Владимирович, пойдемте. Спасибо большое. Но я всех спрашиваю, как вам в халате врача, если без шуток. Если без шуток. Если без шуток, я недавно снимался впервые в голливудском кино, где мне предоставилось играть врача. Поэтому я уже там играл врача, да, и мне еще там это понравилось. Врач – это всегда человек, который внушает уважение, так или иначе, потому что, если человек пришел к врачу, у него нет другого шанса. Особенно в России. Мы всегда ждем до последнего момента. Если ты еще можешь ходить, значит, последний момент твоего хождения должен уже быть к врачу. Поэтому врач всегда человек, который почему-то очень убедительно выглядит. Ну пусть еще в халатике постоит наш Алексей Воробьев. Леша, сейчас мы вас всех позовем на кухню в Воробьевых, чтобы с вами про все поговорить. Но прежде чем мы туда пойдем, у нас есть такая тема в программе здоровья «Совместимо или нет?» И мы всегда говорим о продуктах, совмещение которых ведет к ожирению. Вот вы в прекрасной форме, я знаю, что вы спортом занимаетесь, вообще вся семья, чудесно выглядит. Уж не знаю, Сережа с Галей занимаются или нет, но сложены парни как боги, а она как богиня. Итак, какие продукты нельзя совмещать? Это быстрые углеводы нельзя совмещать с точки зрения развития ожирения. Быстрые углеводы. вот здесь водка. Да, а это быстрые углеводы. Это углеводы, это же пшеница на пшенице. Это углеводы, это сахара в конечном итоге. Итак, что нельзя совмещать? Все сладкое, все мучное. Дальше, отварной рис, картофель, свекла и морковь. И алкоголь. Вот это группа из семи наиболее углеводных продуктов. И эти продукты нельзя сочетать с жирами. А вот это, Леша, вам последнее испытание перед едой. Надевайте. Спасибо. Сестра, вы сегодня удивляете меня. Держите перчатки, Алексей. Вот теперь, что происходит, когда мы совмещаем быстрые углеводы и жиры? К сожалению, в организме образуется огромное количество жира. Более того, этот жир откладывается. Итак, совместили быстрые углеводы и жиры, и жира все больше, больше, больше и больше. Жалость от нас. Снежки может? Что отвалиться он от нас не может. А он в наших боках, на животе и во всех других совершенно ненужных местах. Вот сегодня мы приготовим завтрак, от которого не поправишься. я приглашаю на кухню все семейство детей Воробьевых. Через несколько минут продолжим. Спонсор нашей программы компания Америя Рус, представляющая оливковое масло Маэстро де Олива Экстра Вёржин для защиты сердца и сосудов. С вами снова здоровье, друзья. А у нас вот такая красивая молодая тройка. Это Алексей Воробьев. Дурачица. Бывший доктор. Закричательный актер и прекрасный музыкант. Это его старший брат Сережа Сергей Воробьев. Тоже, кстати говоря, музыкант, блестящий аккордеонист и солист оркестра Ясная Поляна, да? Да. И, наконец, их младшая сестричка. Галина Воробьева. Будущая оперная певица Галина Воробьева. Вы знаете, поразительно, что ребята выросли в семье, где нет музыкантов, где мама не работала с той минуты, как родился Сережа, потому что через два года родился Алеша, через пять лет родилась Галочка, и, в общем, некуда было деваться. Трое детей. Кто-то должен был их воспитывать, кто-то должен был их вырастить. И еще раз просто с глубоким-глубоким уважением обращаюсь к вашей маме, ребят. Она в самом деле молодец. Смотрите, кроме того, что мы будем говорить сегодня о жизни с вами, вам дается поручение. Мы делаем правильную еду. Мы делаем белковый омлет, то есть желтки удалим, омлет сделаем только из белков. Калорийность снижается в три раза при этом. И добавим туда перец и спаржу. Только так не стучите, врачи. Я в кино так делаю всегда. Памара только так рядом. Вот это Стивен Сигал. Расскажите мне, почему маме пришло в голову давать вам всем музыкальное образование? Сергей Владимирович? Можно я расскажу? Давай. Вначале нужно было куда-то одевать энергию детей. И нас, меня, изначально отдали в спортшколу. А из спортшколы по дороге мы увидели, что есть музыкальная школа рядышком. И все. Мы туда зашли, я начал заниматься аккордеоном, потом Леша начал заниматься аккордеоном. А почему именно аккордеон в семье оказался таким доминирующим? Потому что считается, что он очень благородный европейский инструмент. Ага, Галочка, вы тоже на аккордеон пошли? Или вы уже благородный фортепиано? У меня родители просто не разрешили на аккордеон. Они поняли, что слишком много и мне будет слишком тяжело. Я пошла на фоно. На фортепиано? На фортепиано, да. Галочка, какие они братья? Вот у меня есть брат, но мы с ним двойняшки. Это очень интересно. Между тем, нас родители воспитали так, он старше меня на полчаса, но он реально мой старший брат. Во всех проявлениях. Хотя разница у нас ну уж точно никакая. Полчаса. Какие они старшие братья? Заботливые, суровые и... Справедливые. Справедливые, да. Можно так сказать. Как они реагируют на вашу личную жизнь? Вы их знакомите с вашими молодыми людьми? Стараюсь, нет. Почему? Боюсь за парней. Да? Да. Ну теперь поговорим про личную жизнь. Меня сейчас удивило только одно. Почему ты сказала парней? Ну потому что она еще юное дитя и у нее бывает одна. Одно увлечение. У меня один парень. У меня один, один. Это важно. Это важно. Вы поняли, какая строгая дисциплина царит в этой семье? Леш, хочу две вещи спросить. Первое, конечно, хочу спросить про эту тяжелейшую историю, когда вы были в Америке, у нас все писали о тяжелой черепно-мозговой травме, печатали страшные, совершенно, томограммы мозга и так далее. Что тогда было и как вы себя сейчас чувствуете? Знаете, ну о том, что было тогда, сейчас говорить бессмысленно, но просто я, я учился заново жить, мне ничего не оставалось. Это посттравматический инсульт, после которого я просто счастливый человек, который может сейчас ходить и двигаться. Доктора, они никогда не думали, что я вообще начну жить полной жизнью, как человек. Поэтому сейчас я просто радуюсь жизни и пытаюсь сделать еще больше, чем делал до того, потому что этот момент, единственное, что мне показало, то, что я, наверное, держу сейчас все время в голове, то, что жизнь человека, она очень неожиданная. Что ты строишь планы каждый день, тебе кажется, что вот так вот будет через год, но сейчас, я знаю точно, что есть сегодняшний день и примерно это единственное, что у тебя есть. Ты никогда не знаешь, когда закончится все, поэтому нужно успевать делать как можно больше, как можно больше, максимально, насколько успеешь. Чем вы сейчас занимаетесь, Леша? В кино. Что вы сейчас делаете? В кино? Снимаюсь в кино очень много. В Америке я подписал контракт музыкальный, из-за этого я там был, и в этом году, я думаю, уже я буду выпускать альбом в Америке, который пойдет в Америке и в Европе. Это будет мой релиз артиста, как артиста Алекс Спарроу. Алекс Спарроу переводится Воробеев, я просто сейчас переведу всем, вот, поэтому это Алекс Воробеев. Леш, встать на ноги и пробиться в Америке непросто, по одной простой причине. Там огромное количество музыкантов, музыкантов высочайшего класса. Не очень ли это большие риски, так рассчитывать на Америку? Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И дело в том, что иногда мои мечты, они крайне далеко меня ведут. Но если не мечтать о чем-то действительно большом, то, о чем иногда страшно подумать, то ты не добьешься даже малого. В этом, в этом все дело. Что в личной жизни? Всякие сплетни про вас ходят. Ужасные. Какие сплетни? Ужасные. Ужасные? Про личную жизнь. Про личную жизнь. С кем этот Алексей Воробьев вообще? Мы запутались уже всем. Надо начать с того, что, друзья, мне 26 лет. Поэтому, если в 26 лет о тебе не ходят ужасные сплетни, значит, ты в жизни делаешь что-то не так. Мне кажется, что в 26 лет человек должен выбирать в своей жизни то, что ему больше подходит и не сделать... Хотя вот мой брат, например, выбрал значительно раньше. Он счастлив абсолютно. Я счастлив за него. Но я такой человек, что я... Наверное, очень многого хочу добиться. И я не могу... Короче говоря, что сейчас-то в личной жизни? А, женщины. Да ну хватит про многочисленные... Когда Галя ему сказала, боюсь за парней, он чуть ее не зарезал. Галочка, она девушка. Какие парни, какие парни, у тебя только один. Что за парни, у тебя только один. А нам сам тут что-то такое вкручивает, Леша. Есть какая-нибудь... Смотрите, есть человек, с которым вам хорошо? Конечно. Или пока нет? Безусловно, но дело в том, что... Сережа, расскажите про брата. Это тайна. У моего брата есть жена, понимаете? Это мы знаем. Верный и хороший. У моей сестры есть молодой человек. Они все... Ну кто-то должен отдуваться за всех остальных, понимаете? Ну раз уж они такие хорошие. Конечно, мне пришлось, мне самая тяжелая доля выпала. Я стараюсь их исправить. Ладно, несчастный, обездоленный воробьев про личную жизнь говорить не хочет, зато хорошо режет наши перцы. Друзья, мы делаем омлет из белка с перцем болгарским и спаржей. Галочка нам с помощью нашего гаджета наделала белка. Вот он, чистый белок. Супер низкокалорийный продукт. Леша с Сережей нарезали перец и спаржу. Слушайте, вы дома готовили или все готовила мама? Всегда готовила мама. Я, на самом деле, до сих пор не научился готовить еду. Что можно увидеть прямо на первом канале. Дима, демонстрация. Все это смешивается. Бросайте сестре. Выкладываем на сковородку и ставим в духовку. Через 15 минут омлет готов. Передайте повару. Передайте нам омлет, который мы приготовили. Получите омлет и пробуем наш омлет. Это он же, да? Это он же. Слушайте, вот вы вот говорили, что у меня плохо получается. Ну, посмотрите. Друзья, ну, грандиозно сделал омлет. Конечно, не без помощи моих талантных семей. Да, как бы не один же, не один же. Дайте вилки семье Воробьевых уже. Попробуйте омлет. Може мой, я не знал, что у меня такой талант к кулинарии. Чудо, чудо, чудо. Белковый омлет без соли, без всего. Идеальное блюдо. Галочка. Согласна. Ребят, по-честному сказать, конечно, хоть ешьте, господи, они же голодные, Воробьевы-то. Ешьте, ну, потому что утром, утром люди не успевают поесть, когда мы их в здоровье приглашаем. Конечно, хотелось бы ужасно услышать Галин голос, но я знаю, что вы нам сегодня споете втрою. Там будет слышен оперный голос, Леш? Конечно. Да? Естественно. Потому что это конек Галины Владимировны. Его был грех не использовать. Друзья, слушаем Алексея Воробьева и всю его семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Галины Владимировны. Сколько можно Нам ждать любви От ночи Дни Одинокими Ждем тепла Голодный Глаз Ждем Любви Как в последний Раз Сколько Можно Нам ждать Любви От ночи Дни Одинокими Ждем Тепла Голодный Глаз Ждем Любви Как последний раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дианис Сергей Воробьев Любите друг друга, это очень важно И наконец актер и музыкант Алексей Воробьев Леша, какая хорошая семья Такие брат с сестрой, чудесные Чтобы как-то подытожить и объединить Два пожелания, любите здоровье, друзья Вот такой у нас был гость Алексей Воробьев с братом и сестрой Такая прекрасная семья Увидимся через несколько минут